Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Антон, и это первая серия реалити-шоу Клетка. Если вам нравятся такого рода ролики, поставьте лайк, напишите любой комментарий. Спасибо большое за поддержку. Если вы не слышали правила, то я оставлю для вас ознакомительный ролик, в котором мы с Денисом объясняем, что же здесь происходит. Чтобы вам было интересно смотреть, вам необходимо посмотреть ролик полностью. То есть, первая часть это стрелка, где встречаются игроки и, грубо говоря, предъявляют друг другу какие-то претензии. То есть, например, ты мне не нравишься там со своим стилем, я хочу вызвать тебя на бой и так далее. И тогда, вот если вы посмотрите стрелку, вы будете в курсе всех конфликтов, которые происходят на шоу. Ну и самый главный момент это то, что вы, зрители, решаете, кто вылетит на следующем шоу и кому достанется иммунитет на одну неделю. Поэтому обязательно пишите ник участника, за кого вы голосуете, чтобы он вылетел. И за того, кому хотите дать иммунитет. К примеру, я против Игоря. Ну или там любой никнейм. Или, например, иммунитет Илье. Комментарии просто с ником приниматься не будут. То есть, вы, например, написали Илья. И мы, типа, с Денисом должны гадать, да, даете вы иммунитет или просто хотите выгнать. Поэтому пишите. Я против, например, или иммунитет. Всего будет 14 участников. Два участника будут вылетать каждую неделю. И победитель получит 20 тысяч рублей. Также перед началом первой стрелки хочу напомнить вам то, что у нас с Денисом есть телеграм-бот, в котором мы продаем гайды по UFC 4. Задерживаться сильно на рекламе не буду. Многие уже знают. Просто знайте, что, перейдя по ссылке, вы можете найти элитные гайды по UFC 4. Сейчас вы увидите первую встречу игроков, в которой мы будем знакомиться и задавать им вопросы. Вопросы будут следующие. Кто вы? Сколько вам лет? Как зовут? Зачем сюда пришли? Кого ненавидите? И кого хотите побить? И так далее. Все, начинаем. Короче, Ромка, дружище. Первый вопрос, ты уже его слышал. Зачем ты сюда пришел? Кто твой враг? Можешь сразу сказать. Ну и просто скажи, как тебя зовут? Сколько у тебя ПТС? И так далее. Поехали. Все, зовут меня Ромка. Пришел разъебать одного человека. Это Симба Хрюшина. В первом раунде дайте мне этого человека, и он просто вылетит сразу же. Играю средний-средний игрок, не задрот. Ничего, мне особо от этой игры не надо. За призом не стремлюсь, чуваки. Если будете топить за меня, в принципе, подписывайтесь на мой инстаграм. И этот приз я просто разыграю там. Вау. Эту двадцатку. Крутое заявление, кстати. В втором раунде я желаю Оксикотика, потому что Симбу я разъебу по-любому. Этот человек просто ничего не умеет в этой игре. А почему? 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 А почему Оксикотик? Никаких вопросов. А, тише, Родион. И почему Оксикотик? Почему? Это самые мерзкие и токсичные люди в этой игре и в этом комьюнити. То есть наказать их хочешь? Да, по-любому. Чем они мерзкие? Ну вы в дальнейшем это все услышите. Только первая серия. Знакомство. Дальше будет развязка, вы все поймете. Сколько ты ПТС набирал? В прошлом сезоне 2200. Давай, следующий Ваня. Ваня, тот же самый вопрос, друг. Ну что, я всех категорически приветствую. Зовут меня Ваня Бойко. Играю в UFC уже давно. С первой части. В каждой части играл на топовом уровне. Даже сейчас продолжаю играть на топовом уровне. Не взирая на то, что я уже старова для этого. Очень проект заинтересовал. Хочу в нем принять участие. Надеюсь, что он будет полезен для нашего комьюнити, для зрителя. И даст толчок этому направлению. То есть вот эта киберспортивная дисциплина, турниры и так далее. Чтобы UFC продолжала развиваться дальше игра. А с ней будем развиваться мы. Ну а по поводу того, кого я хочу встретить в первую очередь в октагоне. Это Симба Хрушина. Тут я сейчас не буду вдаваться в подробности. Я думаю, там и так все знают по какой причине. Ну короче, получилось так, что закусились мы с ним. Закусились сильно, не на шутку. Там чуть ли не дошло до реального выяснения. Ну слава богу, здравый смысл победил. И решили с ним выяснить это в пределах виртуального боя, скажем так. У меня вопрос один, Ваня. Ты сказал, что пришел ради популяризации. Это какая-то общая цель, а есть какая-то личная цель? Или ты ее не преследуешь? Личная цель? Ну какая личная цель? Ну хочется просто показать себя зрителю, что я могу показать красивую игру. Чтобы люди сказали, да, вот Ваня Бойко играет классно, будем за него топить. То есть показать красивую игру. У меня никогда не было в цели. Есть две масти игроков. Это победить любой ценой, хоть как, но победить. А есть такая масть игроков, которая предпочитает красивую игру. Ну то есть как-то технично показать то вообще, на что эта игра рассчитана, на что она способна, что можно в этой игре сделать. Короче, показать красивую сторону этой игры. Да, именно красивую сторону. Не некрасивую, как это некоторые делают, а именно красивую сторону. Нет, я единственное хочу спросить. Вань, сколько набирал очков? Максимум. Ой, у меня что-то до 2700, по-моему, максимум набирал. Все, отлично. Отлично. Так, следующий у нас будет это Александр. У него никнейм Симба Хрюшина. Дружище, тебе слово даем. Всем привет. Во-первых, получается уничтожить Артур это публично уже в третий раз. Он не может успокоиться, тем более появилась такая интересная возможность еще и деньги за это получить. Потом просто, так сказать, опять напомнить о себе в очередной раз. Все, наверное. Я думаю, что ты будешь стоять против Вани Бойки, что ты о нем скажешь? Слабый, слабый. Слабый старый соперник. Больше мне сказать нечего о нем. Все, все в игре покажу, но первую пару я бы все-таки хотел Рому, потому что он уже давно пиздит на меня. Очень давно. А ты с ним встречался? Много раз? Уже несколько месяцев назад мы с ним начали ругаться, получается, с Ромой. Поэтому все-таки я предпочел бы сначала первую пару его себе взять. Ну, потому что Иван, я думаю, дальше в любом случае пройдет и не вылетит. И мы еще успеем с ним встретиться. Просто если Полковникова дадут кому-нибудь другого, он сразу же вылетит. Я в этом не сомневаюсь. Пусть это будет лучше от меня. Сколько набирал максимум ПТС, дружище? Две восемьсот где-то. Любимый веслый какой? А без разницы. Две девятьсот набирал. Три тысячи, три тысячи набирал. В шестом сезоне. В шестом сезоне. В шестом сезоне. В шестом сезоне. В шестом сезоне, через пять секунд, скажешь, три двести, блять, набирал. Нет, я сейчас проверил. Две девятьсот восемьдесят два. Шестой сезон, ребят. Шестое место. Лучше, блять. Ты же понимаешь, что ты самый конфликтный человек на этом шоу? Не хочешь заявить о себе вот как именно такой, знаешь, конфликтер? Нет, нет. Нет? Я адекватный. Я адекватный. Чем тебя Рома обидел? Это тупой, глупый футболист, который много пиздит. Я говорю, что очень токсичный человек, который убежал сразу, потому что понял, что придется меня слушать. Ему не нравится мой голос. Все-таки я хочу сказать то, что этот человек намного токсичнее. Оксикотика намного токсичнее, чем я. У меня это не более чем образ. Но это животное реально токсичное, потому что мы с ним, можно сказать, наедине разговаривали. И он даже в таких разговорах умудряется приходить в рамки. Это просто животное. Просто это не человек. И я не знаю, он, конечно, пообещал зрителям разделить приз, чтобы у него хоть какой-то шанс был остаться. Но, ребят, он вас наебывает. Ну и, само собой, само собой он тут не выиграет. Никак просто. Его либо сольем мы, либо зрители его сами сольют. Потому что это скучный как игрок, как человек. И, в общем, я считаю, что он не заслуживает даже попадать во вторую часть. Без балагана Алексей Гризли просит слово. Алексей, давай, слушаем тебя. Здравствуйте, меня зовут Алексей Витков. В этом шоу я, чтобы делать огонь, потому что я вижу то, что большинство здесь людей, которые здесь находятся, это просто скучные валенки, блядь. Не знаю, зачем они сюда пришли. Максимум ПТС у меня было 2-100. Это немного. Я знаю то, что большинство здесь игроков, которые находятся здесь, они меня просто разъебут. Но это не суть, правильно? Будешь биться в каком стиле, скажи нам? Мой стиль это, как правило, прессингующий контрударник. Я всегда иду и наступаю на соперника, и когда он ошибается, я его наказываю. Призом что сделаешь, если выиграешь? Я? Ну, я знаю, куплю себе хорошую одежду и буду кайфовать. Блин, ну не кайф в одежде, дружище, в этой жизни. Да ну нет, нормально. Я нормально зарабатываю, мне пойдет. Ладно, тебя зрители услышат. Он любит одежду, короче. Так, кого разъебать-то хочешь? Да, да, кстати, больше всех, кого ненавидишь вообще, может быть, есть друзья какие-то, ну скажи о ребятах. Я знаком с Дмитрием Боссом, он нормальный пацан, я знаю. Вот, Окси Котик пошел нахуй. Все, вопросов у меня больше нет. Нет, первого соперника в любом случае ты должен предложить нам. Не, ну не хочет он предлагать, мы же чего его... Я здесь, у меня нету здесь, у меня здесь нету врагов. Просто Окси Котик пошел нахуй и все. Все, теперь слово Окси Котику как раз, давай. Родион, есть еще сказать. Меня зовут Родион. Я Окси Котик. Для некоторых я Окси Токсик. Мне 8 лет, имею 8 тысяч ПТС. Играю мега охуенно. Не знаю, есть ли ровня мне тут. В каком стиле любишь играть? В любых нахуй. К какому оппоненту какой стиль подходит, в том я и играю. Кому пулю разъебешь? Конечно, наизяк нахуй. Задушишь его? Да. Окей, посмотрим. Кого видишь в соперниках первого? Хотел бы зарубиться с Ваней Бойко, но точно не с первым. Потому что игрок красивый, я люблю красивые бои. Иногда сам спамбил. Так, дальше, потом. Хотел бы разъебать Гризли за какой-то ебанутый базар в мою сторону. Хотя, блядь, мы с ним даже, блядь, практически не знакомы. Потом. Ну, блядь, первого соперника я бы хотел Джессу с полкой или Артуритой МВП. Потому что они, блядь, крысы. И по итогу это ушел, вы сами это узнаете и увидите. На этом все? Ну да. Если у вас есть вопросы, задавайте. Ну ты прям звездочка, да, вопросы к тебе. Спасибо большое. Как будет 8 умножить на 7? Так, радио... Оскароглу, твое слово. Всем славу алейкум. Я с Азербайджана. Меня зовут Андрей Верди. Никнейм мой Оскароглу. Играю я на 2500 ПТС. Хотел бы в соперниках видеть Каму Пулю, потому что он очень много пиздит за моей спиной. Я слышал, что после каждого выигрыша они сидят с Акси-котиком и радуются, что меня выиграли. И я с ним играл на турнирах, на двоих турнирах, короче. И я его выиграл. И играл еще в дискорде, на стриме. Я его три раза и там выиграл. И он там признался и сказал, что ты жесткий. А потом за моей спиной он говорит, что Аскароглу лох, я его читаю и так далее. Я думаю, что он очень сильно лицемерит. Из-за этого я хотел бы первого соперника, именно Каму Пулю. Я знаю, что ты стараешься работать осторожно в боях. И работаешь по корпусу часто. Джеб-кросс в корпус. Что думаешь о стиле Хрюшина, например? Там локти-колени. Вообще о таком стиле. Считаешь, что это допустимо или это зашквар полный? Ну, это полный зашквар, я думаю. Это во-первых. А во-вторых, я лично Симбу Хрюшину для себя соперника не считаю. С Симбу Хрюшину я могу на втором раунде на раз-два выебать. Так что мне пофиг на него. А вот именно Каму Пулю, я думаю, у меня бы интересный бой получился бы. Скажи, согласился бы против Хрюшина на трехзвездочном бойце выйти? А он на любом? Согласился бы. Окей, хорошо. Но только в легком весе. Окей, все, понял. Так, и следующий. Следующий у нас кто? Александр Аксмёрдер. Да. Слушаем. Меня зовут Александр, мне 17, я играю эту игру с третьей части. Причем, по-моему, я играл чуть ли не сначала. Ну, может, там где-то середина третьей части. Я в топ. По рекорду у меня было третье место в ранкеде, по-моему, позапрошлом сезоне. У меня было 2750 очков. Поэтому я, в принципе, выиграть могу практически кого угодно здесь. Ну, потому что на ударнике будет чуть сложнее, но тем не менее. То есть твой стиль — это преимущественная борьба, да? Это преимущественная борьба, причем, ну, я больше всего здесь в ранкеде выигрывал прям спокойно. Именно за счет борьбы. Ты сабмитишь или забиваешь? Предпочитаю забивать. Проще идут рычаги, с удушениями, конечно, похуже, но это не означает, что я их не умею делать. Я их тоже нормально делаю. С кем хотел бы загрузиться? Дайте мне Аскару Оглу, пожалуйста. У меня там с ним незакончено есть. Ну, потому что... Расскажи, в чем суть конфликта? Ну, мы с ним рейтинги сыграли, он меня выиграл, и мне нужно отомстить. Хотя мы с ним потом опять сыграли, но лучше... Ну, типа того, но лучше сделать это еще раз на шоу. Камапуля, Родион, слушай. Ну, да, ну, по-любому меня тут все знают, что, блядь, типа, Камапуля, все дела, короче. Ну, вот хотел бы высказать насчет Аскароглу, блядь. У этого человека, я произошел в переписку к нам, этот человек меня выиграл последний раз 3-го июля. Июля. Когда я сидел, играл, блядь, на оверхендах, а тогда я играл за кормлея, и он, смотрите, что мне пишет. Наконец-то заебало всем проигрывать. Конечно, чистейший рандом. А до этого я его выиграл раз 20, наверное, или 10 подряд. И когда ему все ноги... Подожди, 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 подожди. Я с ним сыграю в стойке, этот, блядь, человек просто только бегает назад. Ну, как типичный хекстер, блядь, короче, джеб кросс в корпус и, блядь, бегает назад. Если играть против него вторым номером, блядь, вот я его на Брок Леснер его носил, когда он замеучащий был, блядь, в стойке, блядь. Когда против него играешь вторым номером, человек просто не понимает, как играть. Ну, это, блядь, однообразный боец, блядь, просто пиздец. Можно мне слово? Да, скажи. Я хочу сказать, когда я тебе там выигрывал, любой зритель может зайти посмотреть у нотариуса на турнирах. Два раза я его там разъебал. Один раз в первом раунде, а другой раз я его вообще там не добивал, этого камупуля, блядь. А третий раз я зашел в Дискорд, он начал пиздеть на меня. И, типа, ну, я ему говорил, что ты только удушками можешь выиграть. А он говорит, давай, я его сейчас буду стримить, то ты будешь со мной стойки отыгрывать. Я его три раза там разъебал. И он сам, при Артурите, Артурите тоже там был в Дискорде, он сам сказал, что ты жесткий БСБ. Вот так именно сказал. Я думаю, что ты лицемеришь, дружище. А то, что я тебе там написал в ВКонтакте, потренируй меня там кудушками, еще что-то такое. Это, то есть, ничего в этом плохого. Я у тебя там написал, потому что у меня с тобой тогда плохие отношения не было, понимаешь? И мы тогда все уладили, все свои, ну, все свои отношения уладили, и я после этого тебе написал этого, как бы. И сейчас вот это сидеть, читать, это полный бред на самом деле. Можно слово, да? Да, конечно, говори. Ну, и после, ну, вот он сейчас рассказывает, что он, блядь, выигрывал меня зимой. Меня и выигрывал Акси Котик на турнире, блядь, и теперь уже он не будет своебывать с этим каждый раз. И смотрите, люди по-любому уже видели, как я играл зимой и как я играл сейчас. И последнее, то, что я сейчас играю тупо в стойке, и, блядь, у меня здесь единственный, кто может нормально выиграть, вот, это Иван Бойко, блядь, и Акси Котик более-менее в стойке может чисто выиграть. Ну, блядь, никакие тут Аскара Глук, Артурии, так, к примеру, вот эти, блядь, бомжи, это пиздец, блядь, они имеют в жизни, не выиграют, блядь. Это что вообще такое? Сборище, блядь, каких-то клоунов, блядь, собралось, блядь, пиздец, эти два долбоеба. И то, что вот этот человек, блядь, полгода назад меня выигрывал, или, блядь, месяца три назад, ну, четыре. Это максимум было в июне, блядь, и после того, после июня, ну, вы видели последний турник, когда, типа, я играл с этим, с доминатором, например, с Бойко. Я с ними более-менее хорошо в стойке отыгрывал. После них я еще пытался тренироваться в стойке. Ты в стойке отыграл классно. И, блядь, и, наверное, Иван Бойко даже может сам сказать, что, типа, я набрал очень хорошо в стойке, и мы с ним общались. Да, я это подтверждаю. Я говорю о том, что Кама действительно в стойке начал очень круто играть. Он просто, по сути, закрыл рты всем, кто говорит, что он побеждает только за счет удушек. Так, хорошо. Надеюсь, что у меня были там в нем сомнения и так далее. Я действительно считал, что ты только за счет этого можешь вывозить, но в итоге ты доказал всем обратное. Надеюсь, что у, блядь, тупого индюка Скороглу закроется ебальник, и я ему в рот дам прямо на матче. Просто мне человек сказал, что ты сильно лицемеришь, Кама, понимаешь? Ты очень такой лицемер, и после этого у меня к тебе мнение вообще поменялось. Подожди, а мнение не меняется? Ты хочешь сказать, что мнение не меняется? То, что я говорю зимой и то, что я сказал летом, это, блядь, вообще тебя не ебет или что? Нет, то, что ты говоришь за моей спиной, вот это меня очень сильно задевает. Ну, блядь, смотри, я тебе в лицо скажу, что ты ноль ебаный, я тебя разнесу в стойке. Что, лицемерие? Давай поиграем в стойке, я посмотрю, как ты меня разъебешь, блядь. Стой, 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 вы поиграете, не спешите, пацаны. Все, на этом этот конфликт сейчас прерывается. У вас будет возможность проявить себя, Андрей, Друппе, твое слово. Да, всем привет. Меня зовут Андрей, мне 15 лет, я из города Санкт-Петербург. С какой целью я пришел на это шоу? Ну, это заявить о себе, всему комьюнити, я думаю. То, что игроки на высоких уровнях меня, допустим, уже знают, а вот игроки на низких, таких как чуть ниже 20-го дивизиона, они все знают. Я набирал максимум 2500 ПТС, заходил в топ-30. Кого хочу в соперниках, пока не знаю, тут все знакомые, ко всем хорошо отношусь. То есть у тебя врагов нету, да? У меня врагов нет, у меня тут все друзья. Походим к следующему, Артур, Артурита, твое слово. Всем привет, меня зовут Артур, ник у меня в игре Артурита MVP. Я думаю, многие меня знают. Я стараюсь участвовать во всех этих стримах, играть с людьми, что-то такое. Я играю в эту игру уже полтора года, с третьей частью еще. Знаете, вот только начинал. Мой стиль — это ударник. Почитаю бокс. Лучше, чем там бороться, спамить, как многие это делают. Ну, что еще сказать. Малаксу набирал 2 500 ПТС. Есть какая-то неприязнь к одному из участников? Или к двум, или к трем? К трем и больше есть даже, можно сказать так. Но со временем посмотрим. Не обязательно, с кого мне дадут. Могу любого, я думаю. Хрюшина... Окей, да. Хрюшина хочет тебя разъебать, считает, что ты ему неровня. Что скажешь по этому поводу? Хрюшина, я думаю, уже он сам знает, что он сам неровня, блядь, не. Он просто пытается, не знаю, с чем он добиться. Поэтому он хочет сразу слететь с этого шоу, я не знаю. Хрюшина ноль. В стойке, но в борьбе, в борьбе у него есть потенциал, конечно. Но я думаю, в стойке он не вывезет. Как ты думаешь, если бы бой был с Хрюшиной, как бы он прошел и как закончился бы? Он бы боролся, боролся, боролся бы и боролся бы. А ты? Я, блядь, а не нахуй я боролся, если я ударник. Ну, что было бы в бою? Ты бы победил бы? Ну, конечно, блядь. Я бы начал боролся в боком раунде. Ну, это если пять раундов, да? Да-да-да. Третий-пятый, там, если пять раундов. Ну, если он не будет бороться, не будет залежать в меня три раунда, четыре раунда, блядь. Ну, это можно легко его нокаутировать. Защита от тейкдаунов где твоя? Ну, защита от тейкдаунов, понимаете, есть такой тейкдаун, который вообще в ноль блокировки, нахуй, когда ты проходишь две ноги в сторону, уводишь. Это просто вообще неблокируемая хуйня. У меня с этого часто горит, блядь. Я начинаю спамить просто по человеку, нахуй, как они убитые, блядь. Ну, если вот обычный тейкдаун, который блокирует, если его заблокируют, то это есть у меня. Короче, это тоже блокирует тейкдаун. Ты считаешь, короче, борцы не люди, правильно, в этой игре с пингом? Не-не-не, ты че, ну, ну, есть, конечно, люди, которые красиво прям борются, но есть люди, которые просто лежат, 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 лежат. Но Симба никак не какущий, да, он борется очень херово. В стойке, нет, борется он нормально, блядь, у него есть потенциал, я же говорю, но в стойке он просто такой нулевый. Максимум 1900 потенциал у него в стойке. Врага нет, но я хотел бы увидеть Друппи, он очень красиво сыграл, я прям кайфую, когда мы с ним играем, он набрал такой большой потенциал у него, в стойке красиво начал играть. То есть ты считаешь, что это не враг, но ты с ним красивый бой покажешь? Да, да, красивый бой показал бы за Друппи. Так, хорошо, отлично, спасибо. Теперь Дмитрий Босс, тебе слово. Меня зовут Дмитрий, мне 27 лет, никнейм Босс, три шестерки. Здесь я, потому что это первое такое интересное шоу, и хочется побиться с топовыми игроками. Я не задрот, но думаю, что я крепкий средняк, поэтому не судите строго. ПТС примерно 2000 плюс-минус, максимум в районе 2200-2100. Хочу и предпочитаю биться исключительно в стойке, потому что много кто пытается залежать, вот эта ебучая возня просто лежит, контроль набирает и все. В качестве примера могу поставить Егора и Карус Прайм. Мы с ним встречались в лигах неоднократно, и как я его побеждал в стойке, он начал использовать то ли то, что у меня была непрошка, то ли то, что пинг. В общем, просто залежал у меня некрасиво и бездумно вообще спамил коленями. Меня это жутко бесило, но я ничего не мог с этим поделать, и поэтому я хочу позвать его на бой. Вот, как-то так. А у тебя сейчас прошка, да? Да, я сейчас поменял, именно из-за этого я прям взял прошку, чтобы меня не бесили такие люди, которые тупо залеживают и все. А стойка у него слабая, то есть в стойке ты бы его шансов не оставил? Я бы не сказал, что слабая, просто, ну, вот когда ты, ну, не выигрываешь в стойке, ты начинаешь в тупую вот так залеживать, это, ну, некрасиво все равно. Предпочитаю красивый бой провести, не просто спамить там бездумно, что блок разбить и дальше забить, а просто исключительно в стойке красиво по корпусу, как в третьей части было. Никогда не задумывался, я тебя перебью, что можно еще и красиво защищаться от тейкдаунов? Спора нет, но когда у тебя была плохая инет и непрошка. Сейчас ты это сделал, у тебя поменялось? Да, все, да, у меня все, спокойная игра. Мне даже интересно, реально, вот без конфликтов, знаете, когда вот я, например, почему я сейчас его перебил, когда ты являешься стримером, ты постоянно что-то пиздишь, а потом тебе люди это вспоминают, через полгода тебе могут комментарии об этом написать, поэтому мне просто будет интересно даже последить за тобой, и я противнику твоему желаю, чтобы он с тобой боролся. То есть ты считаешь, что Егор, если будет с тобой драться даже там на любом бойце, он ничего не сможет, то есть перевести тебя нормально и как-то воспользоваться ситуацией не сможет? Да, нет, я хочу просто показать людям, чтобы они не спамили ебучие колени и не просто залеживали, а пытались как-то нормально бороться. Просто лежать и бить, ну, не поднимая корпус, но это некрасиво. Дальше, Егор, что, да, слушаем тебя и что скажешь на словах? Здорово, парни, очень было приятно сейчас от Дмитрия услышать, что я спобудил купить его прошку и подключить, наконец, нормальный интернет. Насчет тех боев, где я якобы спамил колени, ну, эту манеру я перенял от видео Антона, наверное, мне очень понравилось, что он это делает. А насчет залеживаний, я честно не помню, чтобы я залежил, я сам не любитель борьбы, в целом люблю драться в стойке, я, может, там не прям не самый пиздатый боксер или кикбоксер, но все-таки стойка покрасивее, чем борьба. Да, я помню, мы дрались с боссом и я разъебал его, потом он разъебал меня три раза, ну, уровень в целом он подтянулся в игры. У меня нет к нему ненависти, но если чувак пиздит, что я залеживаю, то, чувак, я готов разъебать тебя в при... Аж занервничал, ебать. Короче, чувак, я вызываю тебя на бой, ты вызываешь меня, я вызываю тебя, я готов тупо в стойке с тобой зарубиться и заказать себе, что ты отсосешь меня просто стоя. Вот так вот. Дмитрий, мы тебе даем слово, тут заявление такое громкое было. Да, у меня слов нет, я просто угораю со смехом. У меня нет вообще никому тут ненависти, я просто хочу показать красивый бой без вот этих ебаных коленей и залеживаний. Этот чел сказал, что ты у него отсосешь стоя, что ты думаешь насчет этой фразы. Но прежде ему нет ненависти. Давай, время покажет, друг, посмотрим. Я тебя даже забивать, друг, не буду. Я тебя ебнул с колена в лоб. И ты там тебе встать. Все, я понял, будет бой, мы будем в стойке долбиться. Я могу даже пробовать. Можно, можно, можно вмешать, просто, вне записи просто. Давай, давай. Ребят, бля, вы нахуй кто такие ебать вообще, извиня, 2000 ПТС ебать нахуй, как два педика, блядь. Я тебя, блядь, вызываю, я, блядь, тебя вызываю, нахуй. О, мне, по-моему, дали, не тебе Хрущина, блядь. Хрущина или кто ты, мужчина, блядь. А ты кто такой, ебать вообще, тоже, блядь. Я не понимаю, просто, не просто смешно сказать. Ну не понимаешь, отключись в стол. Не перебивайте, давайте по очереди. Так, стоп, стоп, стоп. Кое-что Артурита МВП, он вышел, да, отсюда? К сожалению, да. У меня к нему есть ненависть, из-за того, что недавно в турнире этот пиздюк забрал 500 рублей, блядь, в финале. Не дал мне поднять бабла, блядь. А в целом вообще я хочу забрать 20-ку, потому что, блядь, меня сейчас, походу, уволят из-за ебучей пандемии, блядь, и мне нужны деньги. Пётр, Битлгеймс, слушаем. Да, всем привет, дорогие зрители. Тут такая накаляется обстановочка. Ну, может быть, меня кто-то уже знает, меня в UFC зовут Битлгейм или Битлуха. У меня есть свой маленький пока канал на Ютубе. Вот, и, может, кто-то уже даже подписан с присутствующих. Не сказал бы, что я являюсь топом. Скорее, я такой крепкий игрок. Но, в принципе, что по UFC 4, тогда я набираю в 200 ПТС или до 2300 ПТС я доходил. В принципе, набираю в каждом сезоне. Короче, лучше Антона разъебать, я так понимаю, да? Ну, я бы хотел, да. Это был бы неплохой контент. Я думаю, в принципе, у меня есть возможности. Я неплохо довольно играю сейчас. И, да, кстати, ещё с некоторыми присутствующими здесь игроками я уже встречался, конечно. Как проигрывал, так и выигрывал. Подожди, подожди, перебью. Кого побеждал? Давай начнём. Кого побеждал? Оскар в Глу побеждал. Ну, у нас, кстати, совсем недавно был бой. И у меня, блин, вылетела игра. Я, кстати, вёл этот бой по очкам. Но у меня вылетела игра из-за этих серверов EA, короче, долбанных. Ну, так вот со Скару Глу это у меня победная серия была. До этого момента с вылетом. Но и с Симбой Хрюшиной играл, кстати. Ну, не знаю, все гонят на него, но для меня он нормальный, вроде, человек. Ну, как бы, не знаю, как играет, так играет. У меня к нему ничего такого нету. Тоже побеждал его в стойке, но бой он таки забрал. Он меня задушил этой гильотиной у сетки. Вот так же с Друппи играл, но этот парень меня просто переехал. Тогда был локбрейкингом, но я сейчас уже научился против этого играть. Так что, в принципе, вот с этими игроками, которых я назвал, я бы и хотел встретиться. Ну, или просто там для разминки, не знаю, может, с Романом Джезусом бы поиграл. Вот так. Хорошо. Кстати, вот хотел бы, если я выиграю в этом шоу, то на своем канале я разыграю этот приз. И сделаю это таким образом, что любой подписчик, который захочет со мной сыграть, и если он победит меня, то я ему отдам этот приз. Это круто. Это прикольно, кстати. Нет, не этот приз, ты отдавай по косарю. Ну, туда будет стрим интересный. Ну, он решит, да, что делать. Ну, да, я прислушаюсь к вашим советам, вы все-таки профессиональнее меня будете. Теперь передаем слово Руслану. Руслан, слушаю. Да, всем привет. Меня зовут Руслан, мне 28 лет. В UFC играю с третьей части. В среднем за сезон набираю 210-2200. Очень понравились слова Ивана Бойки о том, что он хочет показать красивую игру. У меня примерно такие же ожидания. Я не планирую на шоу использовать локти и колени вообще. Вот такой маленький челлендж себе хочу задать. Из-за людей, которых я хотел бы вызвать. У меня два человека. Это Камапура. Объясню сразу, почему. Месяц назад я с ним встречался в Ладоре. И произошла какая ситуация. Я отправил его шесть раз в нокдаун. Нахер выбил ему всю голову. И у меня разрядился джойстик. Он сделал проход и задушил меня. Собственно, хочу отыграть то обидное поражение. Как ты считаешь, он поступил подло или имел на это право? Он не знал, что у меня разрядился джойстик. Поэтому я не думаю, что он делал это умышленно. Ну, хотя, блядь, наверное, он видел, что я стою, а пока не двигаюсь. Но, собственно, в стойке я смотрел и понял, что ничего особенного он себе не представляет. Хочу попробовать с ним еще раз подняться. А второй человек, ну, это Родион. Я считаю, что детям надо помогать. Хочу вот помочь Родиону нахуй съебаться с этого шоу. Не знаю, тебе смело. Подожди, откуда неприязнь? Чем он тебе не нравится? Тем, что он реально просто шишкила? Слушай, мы с ним много раз встречались в Рандфиде. Я его выносил неоднократно. Каждый раз. Во-первых, он ведет себя крайне некрасиво. Он спамит фразочки, выебывается, делает таунты. Каждый раз, когда он мне сливает, он дропает игру. Знаешь, когда у тебя написано «потеряно соединение с соперником». Еще ПТС меньше сняло. Да, да. И самое главное, последний раз мы с вами все сидим в чате в телеге. Когда мы прям закончили биться, я его тегнул, написал о том, что, братан, как бы, спасибо за бой, сегодня я был сильнее. И он просто как маленькая сучка начал писать о том, что, типа, бля, да ты тупо победил, хотя я просто высушил ему нахер корпус и пиздил его три раунда подряд. И все. Как бы такая история. Да, есть что сказать свое оправдание? Или ты совсем согласен? Я, честно говоря, хуй знает, кто это такой. Я сказал, если он меня победил, и это ноунейм, то, скорее всего, каким-нибудь тупым образом, блядь. Я его знать не знаю, этого игрока. Да-да, образ очень тупой. Я просто, как бы, в стойке тебя разъебал. Все, самый тупой образ, братан. Ты дурачок, блядь, я тебя знать не знаю. Оксикотик, скажи, что ты третью строчку сейчас занимаешь. Ну, это да, блядь. Я же говорил, что у меня 8000 ПТС, и вообще я лучший игрок этой игры. Короче, по поводу призовых, на бабки мне вообще насрать, потому что призовые маленькие. У меня есть свой твич-канал. В целом, я не знаю, вы можете потом это вырезать, если не ок. В целом, если людям зайдет, я готов буду накинуть бабок еще к призовому сверху, если люди еще и пойдут ко мне на твич-канал. Твич-канал какой? Как называется? Газрум. Друзья, после стрелки мы с Денисом идем делать обзор на поединки игроков. Показывать полные бои смысла никакого нет. Мы будем показывать самые лучшие моменты. Но если вы хотите посмотреть бой полностью, то они будут на моем втором канале, ссылка на который будет в описании. И первый поединок, который мы с вами посмотрим, это Гризли против Битлгейма. Правила были стандартные. Ребятам мы выбрали средний вес. Битлз по праву должен был первый выбирать бойца. Он выбрал себе Витекера. Гризли выбирал второй. Он выбрал себе Ромеро. Но он приглашает. Он с левой стороны. И вот что эти ребята сказали перед самим поединком. Знаю этого парня по каналу на ютубе и ведет очень умные и аккуратные бои. Но думаю, своим напором я смогу переломить исход боя и победить сильнейший. Привет. Битлз Гейм на связи. Хочу сказать пару слов о предстоящем бое с Алексеем Гризли. Знаю его как хорошего бойца. Довольно хорошего уровня. Никакой неприязни я к нему не испытываю. Он вроде хороший парень. Так что на этом моменте я просто постараюсь показать хороший бой для зрителей и, конечно, победить. Ну и пожелаю удачи сопернику. Итак, друзья, прошла первая минута первого раунда. И мы тут с Денисом немножко пообсуждали выбор. Выбор, так скажем, Гризли, Ромеро. В таких важных поединках, ну, как по нашему мнению, это очень странно. То есть это нестандартный выбор. Все берут в основном Уитакера, берут Адресанию. Очень хорошее, так скажем, пробитие корпуса. И Гризли терпит первую Грогу. При этом, обрати внимание, он на Ромеро чисто старается в стойке драться. Хотя это странно, конечно. Учитывая выносливость Ромеро, учитывая уровень бокса, выбор, конечно, интересный. Да, кстати, у Ромеро первый уровень бокса, друзья. Это очень мало. Поверьте мне, что у вас не будет каких-то крутых комбинаций, к которым вы привыкли. А эти ребята топовый уровень. Для них это 100% очень важно. Я причем месяца три назад дрался с Гризли. Он победил меня и показывал неприятный бой, но совершенно не уступал. Есть Грога! И что дальше? Ничего. Вот. И он много джебов бил прямых. А тут он постоянно как-то очень странно выбрасывается. И тупо все мимо летит у него. Обрати внимание. Вот. Что это такое, блядь? Оверхенд за три метра до соперника. Очень странные, друзья, действия. Правильно Денис говорит. Оверхенд за три метра. Как-то странно ведет себя Гризли. Денис только что его позиционировал как сильного игрока. То есть он его даже побеждал, когда Денис стримил. Ну а сейчас мы видим только усталость у его бойца. И Битлгейм делает то, что хочет. Хорошая колена в Эккест. В Эккест. Но это не позволило закончить этот поединок досрочно. Ктамину очень сильно потерял Гризли. Что будет во втором раунде, увидим. Ну вообще перейдет. Ну вот опять. Опять этот... Я не понимаю, да, что это такое. Что он пытается этим показать, как бы добиться. Просто проваливаясь и пропуская нокдауны какие-то. Очень странная игра. Чистый раунд за Витекером. Причем Витекер особо не агрессировал. Просто ловил соперника. Вот этот повтор на самом деле показывает весь характер поединка. То есть Ромеро выкидывается, выбрасывается. Получает по щам. Падает. Это хорошо. Ой-ой-ой. Я думаю, это все, пацаны. Это окончание этого матча. Битлзу надоело находиться в этом театре. Не, не получилось у него, кстати, после выхода из клинча нанести тот читерный удар, как ты в тот раз меня учил. Ебануться поединок. Такое ощущение, что мы... Блядь. Это нокаут. Ну, в принципе, справедливо, согласись. То есть уже с первых, наверное, трех минут было понятно, кто бой забирает. Ужасный, ужасный бой, друзья. Это первая кровь у нас на шоу. Битлгеймс забирает этот поединок от Гризли просто. Ну, я скажу честно. Не то, что хуевиша игра. Я не видел отратительную игру от игроков, да. В последнее время вот у него 100% хороший ран. Сколько там он набирал в Гризли? Да много набирал он. Много, я говорю. Очень сложный был оппонент. Ну, видимо, я не знаю, может, он не в форме. Второй поединок, который мы с вами посмотрим, это Иван Бойко против Акс Мёрдера. Да, правила какие у нас были. Найлегчайший вес мы дали ребятам. У Акс Мёрдера была возможность выбрать бойца. Он выбрал себе Морено, да, универсала. А Бойко выбрал себе... Он с левой стороны, он выбрал себе... Кого он выбрал? Фигуретто. Фигуретто, да. И вот, что ребята сказали друг другу перед поединком. Ваня Бойко бесспорно очень сильный опытный игрок, но я не уступаю ни в одном из аспектов игры. И я уверен, что у меня есть отличный шанс на то, чтобы забрать победу. Скорее всего, ключом к победе будет именно моя борьба. С помощью неё я могу выиграть абсолютно любой поединок, даже самый сложный конкурентный. Кратце хочу сказать про двух игроков. Акс Мёрдер – это игрок, который постоянно борется, и, как мы видим, у него уже получился тейкдаун. В одном из сезонов, я уже не помню, седьмой или восьмой сезон, он закончил на третьей строчке мирового рейтинга. Но Айван Бойко – это просто легендарный игрок, который умеет всё, но пока что он не смог защититься от тейкдауна своего оппонента. К сожалению, мы не увидели, какой у них пинг. Многие игроки говорят, что с Акс Мёрдером пинг не очень. Но я чувствую, возни много будет в партере. Вот именно если партер, то будет возня, в стойке будет интересно. Но возня будет потому, что ребята знают, что делать, братан. Да, ну так всегда бывает, да. Так, можем подвести небольшой итог первого раунда. Мёрдер смог сделать тейкдаун, но он не смог там нормально поработать. То есть граунд энд паунд на стороне Вани Бойки. Как мы видим, 12 сильных ударов против одного. Поэтому Ваня Бойко выходит победителем в первом раунде. Я думаю, что этот поединок может дойти до решения, даже если в нём 5 раундов. Потому что, ну, ребята, вот по сравнению, да, с первым боем, ребята сейчас просто не устали. Понятное дело, что это вес другой. Вот ещё один тейкдаун. Но Ваня всё видит, молодец. О, видишь, видишь, хорошо заблокировал. О, сам переводит. Вот это классно, кстати, было. Я уверен, что Александр этого не ожидал. Сейчас будет какой-то тухлый граунд энд паунд. Такой, несерьёзный. А, и он поднимается, окей. Стойки всё-таки поинтересней. По здоровью чуть-чуть Бойко ведёт. Ну, у него и боец будет помощнее в стойке, я тебе сейчас скажу. Такой раунд, сука, скучненький всё равно. Я, ну, чувствую, как ребята переживают, а не хотят ошибиться. Ваня Бойко постоянно заморочен тейкдаунами своего противника. А Александр ищется какой-то подход к Ване именно в стойке. А это не так уж легко сделать. У него боец вроде бы неплохой. Морена получил прибавку к статам. Но этого не хватает, чтобы, знаете, на ближней дистанции как-то нормально наносить урон. Тем более такому игроку, как Ваня Бойко. И, как мы видим, Ваня Бойко забирает и второй раунд. Кстати, молодец, Ваня, что показывает нам статистику. Надо всем ребятам сказать, чтобы показывали. Плотно, плотно. Да, хороший момент сливания. Хорошие сливки такие, да. О, есть три даун. Удачный. Очень неприятная анимация. Вроде бы и понятно, что в эту сторону. Но почему-то, когда ты две ноги проходишь, тяжело защищаться от этого. Очень тяжело. И этот тейкдаун нормально облочится, правильно? Когда ты стоишь в одинаковых стойках. Они же стоят в одинаковых. Да, анимация видна хорошо. Если в разных стойках, то уже тяжелее. Но даже с этим, с этим Ваня не смог заблокировать. Ооо, какой прямой удар жесткий. Есть нокдаун, а значит победа в раунде. И этот раунд, ну как минимум. Ооо, есть нокдаун, еще один. Жесть. Попытка добивания. Очень хуево сейчас Аксмердеру. И это нокаут. Иван Бойко одерживает победу. Мы его поздравляем с этой замечательной викторией. Итак, босс против Икаруса. Жаркая была стрелка между ребятами. У них давние счеты. Босс будет выбирать бойца. Он выбирает кого? Жозе Алда. Икарус выбирает Марайса. И вот что эти ребята сказали друг другу перед поединком. Перед этим боем я хочу сказать, что Икарус Прайм получит жестких пиздюлей в стойке. Пусть борется, делает все, что хочет, у него ничего не получится. Ну и желаем ему удачи получить красивых пиздюлей. Сегодня я собираюсь надрать ему задницу тупо в стойке. Даже добивать этого козла не буду, если он упадет. Посмотрим, как пройдет этот бой. Надеюсь, в мою пользу все-таки это первый бой очень значимый. Поэтому следите за мной и будьте моими фанатами. Я думаю, этот бой закончится быстро. Я думаю, до трех раундов. В пределах трех раундов он закончится. На четвертый не выйдут. Ну, пацаны рубятся прям. Но самая фишка этого всего в том, что если вы, например, там не посмотрели стрелку полностью, сюда первую стрелку, где ребята знакомились. Босс сказал то, что у меня никаких претензий ни к кому нету. И Карлс резко, грубо говоря... А, нет, он наоборот сказал то, что И Карлс хороший парень. Мы вроде бы с ним встречались. А И Карлс говорит, да я заставлю тебя сосать стоя. Я просто был в ахуе. То есть чувак к нему повернут к лицам. А И Карлс сделал так, чтобы они друг другу были повернуты жопой теперь. И теперь босс сказал, что... Ну, отпиздохает своего противника. А И Карлс сказал, что даже добивать его не станет. Смотрим. Мне даже интересно, кто выиграет. Я думаю, босс заберет. Хотя, вот эти вертушки меня напрягают немного. Ну, И Карлс что делает? Два апперкота бьет. Понимаешь, что у него комбинация, которая заканчивается двумя апперкотами. Я, наверное, ни разу в жизни не бил два апперкота в ЕСИ-4. Да, И Карлс начинает читать своего оппонента. То есть он читает эти вертушки. И боссу нужно одуплиться уже. Но босс начинает показывать свой характер. В насмешка. Зубки, зубки, зубки показывает. И из-за этого пропускает он удар. Смотри, до сих пор он... Ух ты! Была голова. Если бы он не защитился, мог быть мгновенный нокаут. Уф. Вертуха без стамины. Вы что творите, пацаны? Я понимаю, вы хотите красивый нокаут. Но, скорее всего, вы сами в этом красивом нокауте окажетесь. Ну, после первого раунда... Как ты думаешь, кто победит? Два апперкота или... После первого раунда, я вам так скажу, что после первого раунда... Тут даже не важно, кто победит. А эти ребята... Вот, например, в сравнении со вторым поединком, где Ваня Бойко дрался против Аксмердера, здесь они, может быть, и переживают о поражении, да, то, что они могут проиграть. Но, в основном, они нахлобучивают. Гляньте, сколько ударов. Эти удары сильные. Вертушки с разворота, вертушки в голову, разножки всякие и так далее. Это крутой поединок. Пока что мне нравится он по заряженности. Реально нравится. Первый раунд, я не знаю даже, кому отдать, не представляю. Крутой поединок, я скажу, что, ну, в стрессе люди по-разному себя проявляют. Кто-то зажатым становится, а кто-то становится излишне агрессивным. Вот, и тут очень много экшена, мне это нравится. О-о-о-о-о, жестко поймал, ебать. Так, где разнеска улота, на смешечка. Смотри, на смешечке добиваний не было, добиваний не было. Молодец. Босс заставил, так скажем, показать завтрак. Икаруса. Но на самом деле, вот он показывает на смешке, но я не удивлюсь, если его сейчас самого сложат. Да так и будет, я тебе отвечаю. О-о-о-о, то самое, есть журовль в голову. Добиваний нет. Но Икарус сказал, что не будет добивать. Хорош. Держит, 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 держит свое слово. Ух ты, блюдь. Красавцы, красавцы. Да, здесь даже не хочется, короче, понимаете, прерываться для того, чтобы вы почувствовали именно вот этот градус. Есть Грога. Возможно, сейчас. Не добивает. Хорош, хорош. Но уже читалось. О-о-о, есть ответочка. Что творят? Просто раздвигают руки. Красавцы, красавцы. Рубка страшная. Есть, Грога. Ну, вертуха. Эх. Ну, Марайс нормально бьет колено. Пару, два локтя, залетели как себе домой. Так. Он на смешку показывал. Альда показывал на смешку. Бля, представляешь, если бы он его вырубил бы на 0,01 секунде. Это было бы здорово. Смотри, смотри, уважение здесь проявлено. Я не помню, проявляли они уважение вообще в первом раунде друг к другу. Не знаю. Хороший, хороший фронткик. Сейчас Икарус лучше, вместо того, чтобы наносить удар, пытался бы восстанавливать. Потому что, когда ты держишь ногу соперника, ты в конце концов сам его автоматически отпускаешь. И... Сейчас будет что-то. Ну, хайкик напрашивался, хайкик. По пробитому блоку. Ну, хайкик это банально, брат. Банально? Нихуя себе. Да. Ты знаешь, сколько раз в UFC хайкиком побеждали? Тише, тише, тише. Тише, тише. Вот сейчас. Хорош. Посмотри, как он выдержал этот удар. Жесть. Алда уже ходить не может. Да, у Алда проблемы. У Алда серьезные проблемы в виде двух апперкотов. Баать, лицом в песочницу. И Марайс говорит, поднимайся, бразилец. Ой-ой-ой. Видите, что я говорил? Вот чуть-чуть стамина не хватает и все. Ты уже не можешь нормально делать сайдстеп. Хорошая вертушка в корпус. Смотри, смотри, это Грога, это Грога. Морайз любит бить с упора. Ой-ой-ой. Ну, напрашивалась, жопой, жопой, лег к нему. Напрашивалась эта вертушка, да. Есть колено. Читать молитвы начал бразилец, именно Альдо. О, ебать, ображен. Можешь, можешь закомбейчить, но нужно, что-то сил нет, понимаешь, просто нет. Кстати, хайкик был очень классный от Икаруса, потому что если бы босс отпустил бы, он его вырубил бы. Так, продолжается, это бой, блядь. Реально рубка страшная, кто же из них остынет быстрее, мы сейчас увидим. Эй, блядь. Колено в прыжке может быть. Кстати, у Альдо есть двойное колено. У них обоих. Ооо, добивает, не добивает, есть. Жесть, что происходит, блядь. Тут вертушек больше, чем обычных ударов. Я отвечаю, братан. Это, ну, победа с обоих сторон, я считаю. Ну, то есть я бы отдал, блядь, 10 побед. Ну, пока бой вечера, бой вечера, что могу сказать. Учитесь, топы, блядь. Топ-3 мира там. Ваня, Бойко, учитесь. Вот они, пацаны, стоят, гляньте. О, шоу показывает, блядь. Как хотят 20 тысяч на прямой. И Жизальда остывает первым. Морайя забирает эту, я не знаю, кровопролитную просто победу. Охуеть, шо у него с ушами стало? Бля, придется тебе и Карус... А, и Карус же говорил, что у него бабок не хватает на жизнь. Да, он же вроде говорил. Но тебе придется, короче, это если выиграешь 20-ку, вот уши чинить теперь. Бля, как это? У Алты тоже, посмотри. С ушами проблема. Ушные монстры чисто встретились друг с другом. Шираки, ебаные, блядь. Очень, очень крутой бой. Мне кажется, это от химии все, братан. Эти ребята были под химией. Химия уже вылезла в конце. На химичность, да. Юсада взяла отпуск, они решили на химичиться поебнутым. Посмотри на эти уши, блядь. Четвертый поединок, который мы сегодня посмотрим, это Окси Котик против ГАЗ-1335. Или как его там, Руслан, правильно он зовут? Руслан, да, Руслан Гасанов. Руслан, скажи правила. Какие правила выбора были, Денис? Окси Котик был так уверен в своей победе, что сказал, разнесу на любом бойце. Мы им дали тяжелый вес. И я сказал, и мы с Антоном решили, что Окси Котику максимум можно взять четырехзвездочного бойца. Он выбрал Гуся. Он выбирал первый, но Гасанов выбирал угол и мог взять любого бойца. Он взял себе Кормье. И вот, что сказали эти ребята друг другу перед поединком. Я не знаю, что можно сказать по поводу этого соперника, потому что я его не знаю. Его не знает, наверное, вообще никто. Я могу лишь гарантировать то, что я его вырублю в течение трех раундов. До четвертого раунда бой вряд ли дойдет. Будет очень легко. Считаю то, что Окси Котик, скорее всего, будет драться нечестно. Будет использовать, ну как нечестно, грязно будет использовать локти, колени. Но я помню то, что у него очень плохая защита от тейкдаунов. И в целом в партере он достаточно слабо играет, поэтому буду пытаться переводить его. О, есть нокдаун! Вот это вспышка. Неплохо, неплохо. Ну этот нокдаун, давай представим, что он обозначает. Пять раундов, а бой только начинается, он ему чуть-чуть отнял стамины и чуть-чуть здоровья. Все. Ну пока да, пока это мало, что значит. Окси Котика надо лишать стамины, если вы хотите победить. В нокдауны его отправлять, ну, не очень эффективно. Охренеть. Смотри, перевел. Молодец, молодец. Удивительно. Три хука буквально. Хорошо, кстати, глянь, как работает. Могу похвалить Гасса, потому что очень аккуратно наносит свой граунд энд паунд. Окси Котика пытается выставлять руки, а здесь он ошибается, и будет переворот закрытый гарп. Теперь Окси Котик оказывается сверху. Хорошая, кстати, вот, хорошая атака от Гасса после фронткика. Голова, ой, корпус голова. Посмотри, у Гасса уже стамины нет. Это, конечно, плохая для него идея, вот, лишать себя стамины. Если у него против Окси Котика не будет стамины, он его просто забьет. Ну, гусь. Гусь кормье. Это Руслан пока стамины не очень хорошо держит. Вертуха в голову. Ну, рано, рано такие вертухи бить. Когда у соперника здоровье полное, ну, смысл бить вертухи. Нормально так локтями дает. Причем я вижу, что у Руслана проблемы с Ричем. Он не дотягивается частенько. А к Окси Котику это только на руку. Но есть тейдаун. Ооо, тот самый локоть. Два апперкотера легендарных. Нет, Батискану сейчас съест, прикинь, это будет очень жестко. Апасика Калена? Окси Котик так обычно любит делать, знаешь, оверхенд в конце кидать, когда блока нет. Так что, таким его не удивить. Ну, экшена побольше во втором раунде. Завелись, пацаны, видно. Есть тейдаун? Есть тейдаун. Я не помню, сколько у Карме восстановления, но ему нужно сейчас немножко поберечь стамину, чтобы или хотя бы сравняться, или наоборот даже уйти вперед. Потому что если Окси Котик, да, уйдет вперед по стамине, то Гас не сможет ничего сделать в борьбе. А сейчас он делает иногда упор именно на нее. Промах и локоть. Жестко. О, пошел трешток внутри октагона. Так, пошли выебоны уже откровенные. Почему фейк это не выебон? Это хороший маневр. Ну, вертушка, когда у тебя пустая стамина, бро. Камон. Камон, братуха, тебя читают. Да, Окси Котик наточил вот эту тему с ударами. Да, он поймал кураж. Он уже делает вообще все, что хочет. Смотри, смотри, смотри. Хорош, хорош. Ну, разъеб, просто разъеб, просто 10 из 10. Да, комментировать тут нечего, друзья. Этот локоть срезает баню сопернику. Окси Котика. Русланчик вроде бы неплохо так держался. Были какие-то даже замашки на победу, но все резко оборвалось, реально, все резко оборвалось. Чуть-чуть вот он потерял стамины, потерял корпуса и человек поплыл. Он больше, знаешь, потерял именно концентрацию. Под конец начал предсказуемо атаки проводить, а Окси Котик наоборот стал больше на кураже работать. Пацаны, следующий поединок, мы с Денисом считаем, что это, типа, главный, да, мей-вент или как это, как это? Нет, ко-мей-вент, второе событие по значимости. Да, по значимости это Симба Хрюшина против Жезус Полк, да, у него Полк, да. В общем, у нас бой в полусреднем весе. Посмотри. В общем, у нас бой в полусреднем весе. Хрюшина выбирал угол. Жезус выбирал бойца. Он себе выбрал Леона Эдвардса, а Хрюшина выбрал себе Камара Усмана. И сразу у нас такая жесткая рубка. Видно, пацаны собираются бой закончить первую минуту, блять. И давайте вкратце... Ой-ой-ой, подождите, сейчас до голосовых сообщений мы дойдем. Жезус Полк очень хорошо только что провел свою атаку. Симба Хрюшина пал уже в нокдаун. Пытается он делать тейкдауны, у него это выходит. Послушаем, что ребята сказали друг другу перед поединком. О сопернике я ничего не думаю. Это просто мусор. Просто ебаный мусор, блять, а не соперник, если честно. По-другому я не могу вообще сказать парня. Язык не выворачивается. Мой прогноз на бой какой? Я в любом случае думаю, что выиграю я, естественно. То есть, если у меня интернет вылетит, только так он может победить. Либо если у меня джойстик сядет, то есть, других выходов у него на победу вообще никаких просто нет. Это вот прям 100%. Я выиграю либо нокаутом, либо болевым, либо решением, либо тех нокаутом. Неважно, но я выиграю. Все, больше мне сказать нечего. Ну что, совсем скоро мы выйдем уже в октагон с Симбой Хрюшиной, тупой и лживой псиной, которого я разъебу нокаутом во втором раунде. И жив? Хороший локоть, блядь! Пробит корпус у Симбы Хрюшины, нету стамина, сейчас, блядь, опять, опять двойной апперкот. Это куда вообще? Я не понимаю, на какой рынок вы приехали, пацаны? Кто там? А, Икарус бил двойным апперкотом, да? Да. Икарус, но Икарус там вроде забрал победу, но здесь прям это выглядело очень ужасно, потому что мы вроде бы сейчас с Денисом сидели, анализировали поединок, и Жезус Полк кажется хорошим, хорошим игроком. Плюс ко всему этому, у них с Симбой Хрюшиной, чтобы вы понимали счет, 4-3 в пользу Жезуса. Чего? Ой, 4-9. 4-9, извиняюсь, да, в пользу Жезуса. И здесь он пробивает два апперкота и попадает на моментальный тейкдаун. Ну, Хрюшина молодец, ориентировался очень быстро. Да, кстати, тейкдаун такой, ну, не часто делают люди, потому что не видно стамины, братан. Здесь стамину ты видишь своего соперника. В ранкете у тебя стамины нету, и ты можешь просто как придурок, ноугад там это пытаться реализовать. Первый рейланд я даже не представляю, кому отдать. Ребята не показали статистику, но, как мы видим, Симба Хрюшина немножко меньше имеет здоровья головы. Удачный тейкдаун, сайт контроля он оказывается, распятие, молниеносное прям. Жезус, наверное, просто тупо не ожидал. Опять распятие. Блядь, такой предсказывающий тип. Давай третий, третий раз, третий. И скажу, моя главная, я сейчас каждый раз все медленнее и медленнее. То есть, даже если ты немножко подпроебался, там время. О, неблокируемые фейки. О, интересно, интересно. Ладно, забей, блядь. Антоша не знает, как блочить тейкдауны. Пошло удушение, но думаю, удушение будет 100% мимо. Это декоративное удушение, чтобы просто либо время потянуть, либо в боковое удержание попытаться перейти. Хрюшина любит так делать, когда у соперников в полугарде стамина, грэплинга много, он этим удушением пытается сбить грэплинг. Но видишь, он потерял позицию, в закрытом оказался. Картина нарисовывается такая. Если ребята стоят в стойке, у Жезуса полка прям отличные шансы на победу. Хрюшина выглядит немножко хуже в стойке, даже иногда не немножко хуже. Но, когда Жезус на спине, Хрюшина, конечно, молодец. Иногда он только подтупливается, вот он показывает свои битки. Он наносит, например, в закрытом гарде удары, когда у него нет стамины. То есть просаживая себя по выносливости в этот момент. Потому что, ну, я считаю, что это неправильно. В основном, в основном, поединок, если будет в партере, то Жезус, я думаю, проиграет его решением. Если будет стойки, то у него есть огромные шансы. Вот и все. Будем ждать, короче, развязки, потому что здесь вот такая вот билиберда происходит. И я думаю, это вам не очень интересно. Ооооо, жестко, жестко. Большая уверенность нужна, чтобы делать такой тейдаун, потому что соперник не должен ожидать его, и тогда он пройдет. два перкота те самые легендарные только уж со стороны симба ученишь они блять лагерь проходили в одном месте все блять это сейчас мета пока жестко так раундом дает полк не блокируемый фейк с этим молодец да вот пользуется в нужных ситуациях вот этими не блокируемые фейками это классно очень или он почти все этой давно пропустил на грани на грани только что было попытка попытка забить вас скажу вас конец конец друзья этому поединку и к нашему я не знаю счастью несчастью симба хрюшина побеждает это будет бля моря пиздежа какой он крутой да какой он охуенный главный бой вечера кама с караглу много дерьма наговорили ребята друг другу кама сказал что на любом бойце победит мы по условиям в легком весе этот бой мы по условиям предложили каме брать только трех с половиной звездочного или трехзвездочного бойца а с караглу мог взять любого в итоге кама взял у нас майкла джонсона а с караглу почему-то взял диакисы хотя мог взять условного конора макгрегора например ну давайте послушаем что они сказали перед поединком и потом уже подумаем почему именно так всем привет ребята меня зовут андрей везде ник на ему я скоро гу сейчас я буду играть против кому пулю что я думаю обои как я его выиграю я думаю его держать на дистанции и пробивать больше корпуса ему потому что как я считаю этот человек не хорошо защищает свой корпус но я хочу сказать следующее друзья то что диакизы наверно все таки послабже будет боец чем майкл джонс это джонсон вот но я думаю что с караглу это сделал потому что выбрал именно такого бойца потому что если бы он выбрал бы конора все бы говорили типа ты победил потому что у тебя был конора здесь если он его выиграет то вопросов не будет типа да какой боец у него был у него боец был даже хуже но пока что кама пуля впереди я считаю именно по здоровью головы а а здоровья головы намного больше ценится чем здоровья корпуса давайте смотреть что же из этого вообще выйдет этот поединок хотелось бы показать вам полностью он будет у меня на втором канале кому интересно посмотрите но пока что мы будем показывать вам лучшие моменты ух ты а наху нова полез партер блять уже говорил ну поднялся видишь ну да кама пуля просто говорил то что он не будет в партере с ним играть и она убьет стойки но здесь такие бойцы то у них одинаковые ой 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 если бы сейчас у камы прошла бы полная комбинация апперкот плюс боковой корпус апперкот у вас кара глухой это корпуса взорвался есть горога попытка добить он ему смотри уже нормально так урон нанес да 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 прям ненормально а намного больше туха но в майкл джонсон не чувствует такие удары он лежал под хабибом все три раунда корпус очень сильно пострадал у вас караглу я думаю что да посмотри точность попадания обоих 50 процентов это прекрасно но кама пули на нее с 31 сильный донес то есть а скоро глух 20 хотя там на эра удара 3-4 он попал ему в закрытом гарде в партере но по урону конечно диакиза отстает разваливается разваливается я я бы на месте а скоро глуху взял бы макгрегори просто пытался хуярится на макгрегори или на хулу вы еще лучше зачем брать трёх спон звездочного странное решение доказать доказать тут уже сзади но то что он может его вот видишь примеру давай хоть какая-то интрига пошла то что-то пропускает и пропускает у майкл он это вроде было к локтей а жестко поймал на вертушке ну нет 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 зачем ты его добиваешь ладно решил но забить но на самом деле он выиграл стойки ну то есть тут надо быть только слепым если посчитать что здесь типа ты не выносил в одну калитку как бы я не относился хорошо к скороглу у него не пошел этот бой вообще не пошел итак друзья первый круг реалити-шоу клетка окончен к сожалению мы не посмотрели один поединок в котором должны были драться друппи против артурита это было все по вине друппи потому что он не смог отыграть до среды но они в конце концов сыграли в четверг друппи победил все остальные поединки вы видели поэтому начинайте голосовать кому вы хотите отдать иммунитет иммунитет кстати дается только числу проигравших а выгонять вы можете любого больше вас задерживать не хочу как обычно хочу пожелать вам и вашей семье кричайшего здоровья с вами был антон всем все хорошего до скорых встреч